скажите зачем мне отчество мне отчество я милана меня родила женщина благодаря тому что она когда-то разорвала свою я вот перед вами тут стою благодарим твою мать за то что она разорвала свою и такая ты красивая появилась сегодня перед нами очень благодарствуем кроме шуток друзья я так подозреваю что основная была цель в том что сильно я просто людей было бы с одинаковыми именами и фамилиями и сложно было бы отличить одного другого когда надо фсбшником кого-то найти точнее тогда это кгбшником мгмгбшником в какие времена там эти фамилии выдавались там вот эти молотов хрущев и все прочее но которое типа просто придумывается от балды типа вот ты будешь молотом а ты сменоматов ну и так далее то есть отчество тебе за тем чтобы избежать неразберихи но это в современном мире когда у нас есть у всех фотографии у нас есть база данных электронные так далее это не нужно да поэтому отчество больше не имеет смысла но осталось советских времен по закону так должно быть у тебя ну есть какие у тебя вопросы не использую в чем проблема еще на 9 месяцев носила меня у себя под сердцем делилась со мной едой я пинала ее органы понимаете да потом еще много-много лет и она свое время и свою жизнь всю посвящала мне хорошо нет это понятно ты что хочешь матчество чтобы у тебя было не отчество или ты хочешь по матери называться дать мне интересный вопрос но это ж типа не по закону то есть вот и все как бы хочешь это изменить ну сделай что-то иди в думу проводи этот закон нара объясняй зачем но я понятно я смеюсь это же россия какой думал какой закон какой матчество традиционные ценности ну пить водку играть на балалайке сидя на медведя ну это у меня складывается впечатление о российских традиционных ценностях со слов президента собственно хранителя этих традиционных ценностей у которого 15 любовниц за всю жизнь и с женой одной развелся хранитель традиционных ценностей 15 любовниц то я наверно преуменьшил имеется ввиду постоянных а там сколько он перебал за всю свою жизнь это неизвестно никому сколько из них лежат под землей тоже непонятно чтоб типа не дели лишнего насчет последнего не уверен и моя мама зовут венера поэтому я милана венеровна матчество ну понятно короче я тебе еще раз говорю во первых ты живешь не в той стране чтобы вот пытаться с этой куда-то там лезть у нас тут защита традиционных ценностей не прекращались попытки использовать нас в своих интересах разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдо ценности которые разъедали бы нас наш народ изнутри против эльгибите запад и зло нато нато нападает вот это все и ты можешь это как бы себе засунуть свое недовольство и смотри чтобы у тебя там сын муж брат отец не попал под электронные повестки как бы мне не нужно ваше отчество понимаете ну как бы всем кому там чё тебе нужно я сейчас говорю с тобой языком государства российского то есть государство российского чё тебе там нужно что не нужно будешь делать что сказано стране где половина отцов вообще не существует это мифические существа зачем нам отчество не я согласен в целом ну то есть логика есть она не нужно то есть в большинстве стран мира такого не существует как отчество то есть да это советская осталось от советского союза во первых это небольшая проблема а во вторых это вообще не проблема а в третьих бессмысленно об этом говорить, потому что ты все равно ничего не можешь изменить. Девочки, когда рожаете детей? Не, я неправду говорю, не бессмысленно об этом говорить, потому что ты ничего не можешь изменить, ты ничего не можешь изменить, потому что этой проблемой не заинтересуется достаточное количество людей, чтобы ты это что-то изменил. Цените себя, давайте им матьчество, пожалуйста. Матьчество. А я думал, как назвать? Мамковство, матьчество, как матьчество? Действительно. Я же не смотрел это видео наперед, то есть. Вот смотрите, Когда мы с вами используем мужской половой орган, он изнашивается, он истончается. Эта физиология против нее никак не попрешь. И попался мне один раз ум... Что-то, блядь, не то. Как бы какие-то не те половые мужские органы использовала, мне кажется. Знаете, купила это мороженое, типа, леденец, замороженный сок, я не знаю, как оно называется, короче. Ну, типа, когда ты его обсасываешь, и он пропадает, потому что это леденец. Тает потихонечку. Мне кажется, она конфету жрала какую-то, знаешь, типа, подарили для прикола там, как бы. Что это за хрень? Это троллинг, я надеюсь? Ник один хитрец. Смотрю, у него там все тонкое, хлюпкое, уже поношенное миллион раз. Я ему говорю, чувак, я с хреньами... А, понятно, понятно, ясно. В том-то и проблема, да, никак ты не определишь, никак. По тебе можно определить разжало, ты не... Ну, если, конечно, можно операцию сделать, да. Операция, как бы, денег стоит, а большинство людей этих денег нет, поэтому, как бы, по тебе это сразу ясно станет. А вот по мужику не определишь ты никогда. Знаете, что он мне говорит? Нет, это у меня от природы так. От какой природы? Ты из меня... Так, слушайте, это жалоба к крика помощи о том, что, как бы, женщина, которая имеет много партнеров типа ш... А мужчина, который имеет, ну, по народным верованиям в России, так сказать, я не имею в виду западные страны. Хотя, мне кажется, во всем мире это немножко так. В общем, мужчина, который много имел половых партнеров, что это, как бы, красавчик. Ответ на этот вопрос, он очень прост, один и навсегда, можно больше не поднимать никогда эту тему. До тех пор, пока женщина будет допускать доступ к себе, а мужчина добиваться, вот это будет ровно таким образом. И никак, иначе, никогда это не изменится. До тех пор, пока женщина будет позволять, а не охотиться сама. Ты добыча, ты хочешь сидеть, не хуйня делать, чтоб к тебе подходили. Ты хочешь быть в центре внимания, ты хочешь постоянно ловить, иметь возможность отказывать, отсеивать, вот так далее. То есть, ты не хочешь хуйня делать, но хочешь все получать. Отлично, у тебя есть такая возможность, ты родилась женщиной, тебе повезло. Но взамен ты платишь тем, что, если у тебя было много половых партнеров, ты неофициально становишься, как бы, шуйней для того, кто это узнает, если он так думает. То есть, я так не думаю. Но, по моим сугубо так личным впечатлениям, в России большинство людей так и подумают. Все зависит от воспитания. Воспитание, скажем так, на бывших территориях Советского Союза так себе. Специфическое очень, очень специфическое, скажем так. И приходится женщине платить за это. Между прочим, если в США, там, как бы, там, тут не стесняются говорить 20, у меня было 30, 50. То есть, это не является здесь грехом. Ну, насколько я понял, поскольку женщины довольно легко обсуждают эти темы, то есть, рассказывают, сколько было. То есть, только из этого я делаю вывод, свои личные наблюдения, что, вот, они здесь не стесняются этого. Значит, это не американская фишка точно. Девочки, когда видите такое, пожалуйста, цените себя, вот, будьте немного побрезгливей, да? Потому что, ну, только вот, если не тронутый такой добротный, нормальный причиндал, тогда да. А другое в кассу не принимаем. В кассу не принимаем. Как там прошлое говорило? Одноразовая акция. Это я проенил. Рассказываю вторую причину. Женщина рожает, мужчина не рожает. Женщина не может быть уверен, что этот ребенок, которого он растит, это его ребенок. Да, в современном мире можно сделать анализ и все выяснить, но раньше-то нельзя было. А инстинкты, ну, скажи, ладно, инстинктов у людей, как, вроде как, доказано, нет. Ну, в общем, с давних времен что-то там тебе в голове говорило, я не знаю, что, раз уж это не инстинкты, что ты хочешь воспитывать именно своего ребенка. Это у тебя в голове заложено. Ты больше любишь всегда своего, если считаешь его своим. По той причине шалом не любят и не хотят их брать женами, и по той причине люди не переносят измены, потому что женщина может забеременеть от другого, и сама-то она родит своего ребенка. Не родить ни своего невозможно, ну, разве что перепутают в роддоме, да, то есть у тебя один вариант как бы не своего воспитывать. Если ты родила ребенка женщина, ты понимаешь, что это ребенок твой, но там вариантов как бы нет. А если ты мужчина, там как бы ху**, ху**, берись, вот поэтому. Знаете, меня смущает фраза «Женщины любят ушами, а мужчины глазами». То есть, чтобы якобы женщина тебя любила, ты должен просто говорить, просто пи**ить всякую фигню. Нет, ты должен пи**ить красивую фигню, которую ей нравится. Слушай, ты должен уверенно пи**ить. Ты должен быть уверенным, ты должен казаться, а не быть. Да, это работает. Я с*** деньги готов поставить, что это работает. Я столько раз это видел. Казалось бы, люди, которые не представляют из себя ничего, но мужчины, они подкатывают какой-то женщине и берут ее легко, просто потому что как бы они уверенно себя ведут. И говорят то, что она хочет слышать. Да, это работает. Безусловно. Да, она может не сработать на женщину, которая знает, что происходит. То есть, которая разбирается в психологии, как бы. Ну, таких сколько, как вы думаете? А чтобы женщина понравилась мужчине, и он ее полюбил, она должна делать много действий, манипуляции со своей внешностью, и быть в итоге красивой. Она не то, что должна, просто другие делают, а если ты не делаешь, ты либо должна уродиться просто суперкрасавица, и тебе повезло, либо ты будешь вне конкуренции. Это рынок. Так решают вопросы рынок. Давайте, ну, простой пример. Две девушки стоят примерно сопоставимо, но одна похуже. Так вот, та, что похуже накрасится, и станет лучше той, что раньше было лучше. Соответственно, той тоже надо накраситься, иначе она, скажем так, выпадает из естественного отбора. Она вне рыночный продукт получается. Ну, как бы так выходит, да? Ну, как бы люди сами себя загнали в эту степь. Есть целая куча всяких косметологий, хирургий и так далее, которые сделают из г... конфетку, как бы, то приходится пользоваться, чтобы быть конфеткой, если ты не родилась конфеткой. И тут уж, блядь, ты просто к другим женщинам обращайся. А зачем вы это делаете? Зачем вы кормите? Оставайтесь такими же некрасивыми, как вы были при рождении. И потому что я хочу не тратить на себе деньги, быть красивее всех вас. Иначе я проигрываю тем, кто, казалось бы, раньше был уродливее, чем я. Ну, вот, вот так это работает, как бы. Что тут, на что ты жалуешься же? Другим женщинам рассказывай. Пусть не пользуются косметикой и косметологией, и не наращивают ресницы, не колят себе гиалурон в губы, не делают си**ки, ну, не ходят в зал и так далее. Скажу вам честно, мы любим руками. Давай, деньги давай. Как я считаю, опять-таки, все, что я здесь говорю в этом видео, лично мое мнение. Ни на какую истину не претендую. Вообще, все, я вот один раз это скажу, и на все видео распространяйте вот это. И я не буду дальше говорить, что это мое мнение. Так вот, даже если женщине нравишься конкретно ты, то она, называя вот это ты нравишься мне ты, называя вот это ты, она имеет в виду, в первую очередь, возможно, это уже зависит от обстоятельств от человека самого, возможно, как ты к ней относишься, а, возможно, твое финансовое положение, ну, и в целом, скажем так, не финансовое положение, а твой успех или потенциал. То есть туда потенциал тоже входит. Если она видит, что ты чувствуешь, что ты целеустремлен, что ты строишь какие-то планы, что ты делаешь что-то, чтобы этого добиться. Да, это может сработать. То есть, но если у тебя есть уже, уже очень много, это другой разговор совершенно, ты, блядь, вне конкуренции. Ты стоишь сразу выше всех остальных, потому что у тебя уже есть. Ну, и, конечно же, очень немаловажный факт, как ты к ней относишься. Типа, если ты будешь к ней относиться, как это они здесь называют, принцесс-тритмент, короче, ну, типа, как принцессе, то это тоже работает. Прошлый фактор, это как раз то, что она говорит, женщина любит ушами. Принцесс-тритмент. Так вот, это не шутки, что женщины вот это руками. Это вообще не шутки. То есть, она может и не получать этих денег, но она хочет встречаться с тем, кто эти деньги имеет, потому что это статусный самец. Типа, он крутой, он хороший, он уже, он устроен в жизни. Он достоин, чтобы это ему дала и родила от него детей. И женщина так не думает, то есть, вот так, как я сейчас сказал, это все лежит в подсознании, то есть, она просто чувствует, что он хороший. Все, это все. У нее на этом мысли заканчивается. Ну, конечно, кто разбирается побольше, он, конечно, так и думает. Он знает, откуда корни растут, но большинство, конечно же, не разбирается. Ну, у тебя там еще есть? Ммм, давай. Кольца, бриллианты. Ну, вот это не так происходит. Типа, давай. Женщина обычно ждет, пока мужчина сам, сам сделает. Потому что вот так вот, давай, вот это, она на том и заканчивается. Давай. Мужчина смотрит на это, и думает, блин, ладно. Скажем так, неудачный опыт был. Попробую в следующий раз другой вариант. Сунуть машины. Машины тебе, блин, ну, конечно. Идея кого-то, кто тебе машины может дарить. В России, блин, ну, конечно. Все, что можно потрогать. В России сейчас с машиной вообще, в принципе, проблемы. Даже самые богатые люди себе купить их могут с трудом. Вы видели гелик, блин, выше 400 тысяч баксов? Ну, я, по крайней мере, пару месяцев назад смотрел в последний раз, сейчас уже не знаю. Это ж, блин, визу, ну, 400 тысяч долларов за с*** гелик. Он здесь, там, где я живу, стоит 170 с чем-то. И это поднялся на 20 тысяч, стоило 150 с чем-то. Это я про МГ-вариант говорю. У G63. Любимая претензия к женскому полу. Почему вы, девушки, не носите бюстгальтер? У вас же там все торчит и висит. Если честно, я, конечно, не девушка, но я не сталкивался с такими проблемами, ну, с такими претензиями. То есть, вообще, ходит она себе без бюстгальтера, и ходит, мне плевать на чем. Хоть пусть голая ходит. Честно мне, на с*** полностью. Вот те, кто вот так говорит, если такие люди есть, ну, я уверен, они есть, да. Вы просто не бывали в цивилизованных местах. Цивилизацию не выходили, сидите где-то там. В цивилизованных местах, если что, тело человеческое не считается чем-то отвратительным, и тем, что надо прикрывать. Это северная культура, потому что вы не можете пойти и сходить в магазин, чтобы не 20 минут мне потратить на одевание зимой. В некоторых регионах и летом. Поэтому, как бы, да, у вас культ одежды и так далее. То есть, на самом деле, в теплых странах такого нет. Я когда был на набережной Лос-Анджелеса возле пирса Санта-Моника на Веннис-Бич, так вот, я что там только, б***ь, не видел. И мужика, который ходит в женской одежде, и почти голых женщин, там просто, б***ь, веревками пару отвязались и хорошо выглядят. Я иду там, ну, знаешь, у меня, как бы, есть задача, цель какая-то, там, снять видео, они, б***ь, идут рядом мешают. Ты можешь одеться нормально. Ну, тут я согласен. Это то же самое, что в зале, знаешь, приходишь в зал, а они начинают приседать там, вот это вот, в лосинах тех своих, еще специально одевают, те, которые со швом посредине, в б***ь, который залазит, знаете, типа, и ты, ну, просто, б***ь, стоишь такой, качаешься, б***ь, один глаз вот так, б***ь, просто не может, нахуй. У вас между ног ничего не торчит и не висит? Мне, как бы, тоже неприятно, знаете, взглядами сталкиваться с вашими половыми органами, нахуй. Я не знаю, как ходят люди вокруг тебя, окружающие, ну, мужчины, в смысле, но нет, у меня ничего не торчит, как бы, когда я в одежде. Одеваешь одежду и, как бы, ну, знаешь, гравитация там, как бы, вниз висит, да? Ты его не видишь, б***ь. Ну, разве что он просто, как бы, встанет, но он, ну, как бы, не имеет такой привычки вставать просто на улице, просто ни с того, ни с сего, как бы, там надо действия какие-то совершать, чтобы он, чтобы он, как бы, поднапрягся, да? Не знаю, о чем ты говоришь, то есть, опять-таки, она какие-то несравненные вещи сравнивать пытается. На улице. Видишь, что там что-то болтается. Носите х***, я только сейчас понял, что это значит. Вот это хорошее, это одобряю. Живое есть между ног. Мне не хочется этого, понимаете? Носите... Ну, я кому-то и п***ю, все тебе хочется. Салтер, пожалуйста. Утром встал, надел, с косточками поддерживающий, с поролоном спушил. Вот тогда ты точно все увидишь, б***ь. С поролоном, б***ь, с косточками. Вот тогда ты рассмотришь все как следует. Все, красивенько, на шахту пошел работать. Вечером пришел, снял, расслабился. Все, что там врезалось, как бы... Подожди, мы тут остуждаем стереотипы или что? На шахту пошел работать. А это что такое, как бы? Видео со стереотипами, мы кидаемся стереотипами, да? Мужик равно тяжелая работа. Ну, шахтер, б***ь. Кто же еще? Электрик, б***ь, водитель. Вот такое все, уф, кайф. И утром повторил, и так каждый день. В чем проблема? Мне неприятно. У меня природа. Я как бы высмеиваю, но я поддерживаю, как бы. Я вообще за то, чтобы все женщины... Желательно тех, кого я лично оцениваю выше среднего привлекательности хотя бы. Вообще топли сходили, как бы, это не против. Пожалуйста, наслаждайтесь жизнью. Никаких вопросов у меня к вам не будет. Ну, а типа, кто не очень, кого я оцениваю ниже пяти баллов, ну, прошу прощения, как бы. Оценка Виталика, б***ь, знаете, такая. Приходите в кабинет, расчехляете, как бы. Виталик оценивает и говорит, можешь ли ты так ходить или не можешь. Запрещаю я тебе или не запрещаю. Тупая шутка, ладно. Я сегодня весь день держу на диване. Вообще ничего делать не хочется. Вы что, думаете, я в этом виновата, да? Честно скажу, в этом виноват всегда муж. Где она это берет, н***вы? Какие-то дремучие просто, б***ь, стереотипы, которые, наверное, нахуй, кто вообще в жизни не использует. Ну, ладно, хорошо, допустим, кто-то использует. Не, ну, реально. И да, каждый ее стереотип, да, это глупо. Вот то, что она высмеивает, это достойное высмеивание. Просто я о чем здесь говорю? О том, что я такого не встречал. То есть, ну, как бы, может, если я не... Да, если я не встречал, не значит, что такого нет. Я думаю, и найдется человек, который так и говорит, который так себе это... Найдется даже 10 людей, тысяча людей на планете найдется, которые так говорят. Просто, ну, да, это глупо. Это даже не достойно обсуждения. Причем здесь жена, она тебя не... Ну, что это, б***ь, такое, то есть? Очевидно, что, да, это оправдание. Чувак ленивый, никогда ничего не добьется и не хочет добиваться. Ему достаточно того, что он имеет. Все. Это называется непредприимчивые люди, типичные рабочие, которые всегда работают и сидят в своей зоне комфорта. То есть, не пытаются выбиться куда-то дальше. Им хватает того, что у них есть. И с одной стороны, как бы, да, это, типа, ограничивает человека, потому что он вот так вот живет, как овощ. Но с другой стороны, он более счастлив, потому что люди, как я, которые всегда пытаются чего-то добиться, большего получить, где-то больше взять, больше и так далее. Мы вечно недовольны собой, мы вечно недовольны жизнью. Всегда есть куда стремиться, всегда хочется большего. А когда достигаешь того большего, хочется еще большего. Жизнь в вечной погоне за тем, что тебе нужно, за богатством. Я не знаю, там, что ты любишь машины, за машинами, за женщинами, за... Я не знаю, в космос хочу, хочу полететь, вот хочу, не могу, б***ь, за космосом, б***ь. Ну вот, все что угодно. Ну, не вдохновляет, понимаете? Погряз в своей рутине, в готовке, в уборке, в стирке. А как же огонек? А как же меня удивляет, да, разжигать во мне страсть? А теперь это уже какой-то другой разговор, разжигать страсть. То есть, супруги, я так понимаю, охладели друг другу сексуально. Ну, так тут вопрос в том, что это рано или поздно приходит ко всем. Ко всем, без исключения. То есть, нету, нету такого варианта, когда ты будешь страстно желать своего супруга до бесконечности. 28 лет там, что ты там не делай, как не изгоряйся, какие костюмы, не надевай волосы, не перекрашивай, ничего не поможет. Мне же нужно хотеть побеждать. Ради кого? Ведь мужчина, я хочу успешно быть, я хочу быть победительницей по жизни. А вот это вот, то, что она сейчас говорит, это реальный факт. То есть, вот это работает. То есть, когда ты испытываешь вот желание воспроизводить впечатление на кого бы то ни было, неважно. Ну, чаще всего это женщина, если ты мужчина. То есть, как у нас все работает, да, мы зачем становимся успешными, богатыми и так далее. В погоне за статусом. Зачем на статус, чтобы получить больше женщин? То есть, ну, это грубо говоря. Ты можешь так и не думать в итоге, что тебе нужно, что ты соревнуешься, именно становишься круче других мужчин, именно в погоне за женщинами. То есть, но это так есть подсознание. То есть, по факту для мужчин, женщины являются стимулом для прогресса и наоборот. То есть, да, женщина становится все красивее именно в погоне за мужчинами. Как бы там, что они не отрицали. Как всегда задаем один простой вопрос. А красилась бы ты, а одевалась бы ты красиво, делала ли бы ты хоть что-нибудь, если бы ты была один человек на планете? Нет. Даже если бы ты была одна женщина на планете, а все остальные мужчины не делала бы. Ну, потому что просто выбор, не с кем соревноваться. Вот. Это элемент соревнования за мужчину. Точно так же, как у мужчины элемент соревнования богатства и успех за женщину. Поэтому, да, вдохновлять своего мужа именно своим присутствием, это очень важно. Я вот искренне не понимаю, в чем прикол предъявлять нам, девушкам, что мы типа в повседневной жизни в треках используем такие слова, как псы, использованные тампоны. Понятное дело, что уважающих себя нормальных пацанов мы так никогда не называем. Псы, использованные тампоны. Это ж фантазия у человека, блядь. Ладно, псы, но использованные тампоны. Мое почтение. Что я сказал, фантомы сказал? Ну, конечно, использованные тампоны. Да, вот. Именно те, кто мы есть. Покладистый, покорный парень, то мы относимся к тебе хорошо. Мы тебя уважаем, мы тебя любим. Но извини меня, если... Не-не-не, подожди. То, что мужчинам нравится покорная женщина, само собой разумеется, многим нравится. И многим женщинам нравится быть покорными своим мужчинам. Особенно, знаете, если это совпадает с ее личными желаниями. Потому что, да, легко быть покорной, когда ты делаешь то, что тебя просят. То, чтобы ты и так сделала. То, что совпадает с твоими интересами. Другой разговор сделает то, что, как бы, ты не хочешь, но тебе, как бы, просят. И ты, как бы, тут большинство женщин нет. То есть, не такая уж ты и покорная, да, как ты хотела себе казаться. Но, тем не менее, это все, ну, нормальная херня. Мужчинам нравится покорность, многим женщинам нравится быть покорным своим мужчинам. Типа, вот это вот все связано с этим, типа, самец, самка. Ну, вы знаете, короче, шумет это все. Если ты сам выбираешь образ жизни такой, разгульный, да, даешь всем подряд, ходишь по клубам, имеешь вредные привычки, вульгарно одеваешься, то это уже ты выбрал быть и ты. Я не знаю этого термина, но я знаю, о чем она говорит. Нет, я уже об этом говорил, это так не работает. Нет. До тех пор, пока ты рожаешь, до тех пор, пока ты допускаешь, а не сама охотишься, до тех пор, пока ты жертва, ты допуща. До всех этих пор это будет работать именно так, и твои слова ничего не изменят. Это не наши проблемы, есть общество, да, есть правила, их нужно уважать. Хочешь хорошего отношения, просто будь хорошим. По-моему, все логично и справедливо. Ну, а можно прикидываться, как большинство людей делают. Вот и все, конец истории. Спасибо большое, всего хорошего.